привет друзья с вами снова михаил и сегодня у меня для вас очередной обзор перьевой ручки ну как видите вот такая вот коробочка я думаю что вы сразу поняли что это винтажная коробка и действительно ручка там внутри винтажная вот такой необычной формы пятиугольный наверное коробочка с таким вот металлическим шильдиком на котором нету ничего коробочка открывается и там мы видим что эта ручка от компании аврора и также мы видим что это сет из карандашика и перьевой ручки вот этот рей мы с вами можем снять не так просто и там видим оригинальную гарантию и инструкцию по заправке ручек а здесь стоит печать что это ручка была эти ручки были проданы в турине но к сожалению год нам неизвестен тем не менее а я знаю что вот эта ручка выпускалась с 1963 по 65 годы и так карандашик но карандашик меня традиционно не сильно интересует но тем не менее позолоченный симпатичный карандашик с поворотным действием грифель толщиной 07 собственно карандаш и карандаш и вот она наша ручка давайте на нее посмотрим да друзья мои я немножко порезал палец поэтому не обращайте внимание буду ходить с пластырем и так эта ручка которая называется аврора 98 g l резерва маджика почему-то 98 авроры все относят к серии к семейству 88 аврор а почему так я не знаю на мой взгляд между этими ручками нет ничего общего кроме одинаковых перьев но тем не менее раз всех говорят что 98 относится к семейству 88 значит наверное так оно и есть 88 а это моделька очень известная у авроры вышла она в 1946 году во время второй мировой войны завода авроры были практически полностью разрушены к 46 аврора отстроила завод заново и начала выпускать 98 модельку ручка получилась очень удачная нее называли ответом на паркер 51 но в то время чуть ли не все ручки называли ответом на паркер 51 но помните как недавно до любой вышедший новый смартфон называли убийца айфона но вот наверное здесь было примерно такая же картина 88 не было убийцы 51 паркера да она была очень удачной ручкой выпускалась она до середины 70-х годов вот сейчас эту серию возобновили но современные ручки совершенно не похожи на старые авроры в шестьдесят третьем году появилась девяносто восьмая моделька я также ее называли тонкой 88 98 выпускалась в двух разных модификациях а более ранее которое имело название ревер резерва магика и более позднее который не имело такой приставки но иногда и называли интернационале 98 выпускались из разных материалов были с пластиковым корпусом металлическим колпачком были целиком металлические были позолоченные серебряные и даже золотые позолоченные серебряные и золотые получали приставочку gl что на итальянском называется grand lusso или grand luxury да то есть люксовые ручки и вот эта ручка это позолоченная соответственно gl но но не золотая и не серебряная к сожалению я не очень люблю ручки 60-х годов но вот эта ручка прямо меня даже зацепила она достаточно интересная давайте на него посмотрим во первых ручка не очень крупная а вот так она в длину а 138 миллиметров максимальный диаметр барреля порядка 10 миллиметров ну и вот она по сравнению с монтланом 146 как видите ручка скажем так длинненькая да ну худощавая а форма корпуса более-менее типично для 60-х годов здесь она чуть-чуть потолще да и немножко сходится кончиком но у этой ручки есть несколько оригинальных дизайнерских решений во первых если вы обратите внимание колпачок скошен клипу а я думаю что многие из вас такое видели на современных ватерманах но вот аврора собственно положила моду вот этому скошенному колпачку а дальше мы с вами видим вот такой достаточно интересный клип как видите здесь есть полосочка на заполненная чем-то типа черной эмали и здесь образуется такая типа капельки очень похожие клипы сейчас использует немецкая компания дипломат то есть как видите как минимум два дизайнерских решения до которые вот в современных ручках используются здесь у нас с вами есть но что-то типа колечка и на колечке на обратной стороне от клипа написано аврора 98 а больше никаких надписей на этой ручке нету чуть сходящийся кончику баррель черное колечко и вот такая вот пирамидка а резерва магика резерва магика у них вот такая вот пирамидка здесь а та моделька которая получила название 98 интернационале да имела совершенно плоскую верхушку а интернационале заправлялась картриджами а здесь достаточно интересная система заправки тут конвертер на самом деле встроенный конвертер если мы нажмем вот на эту штуку то у нас выезжает вот такая вот рукояточка и это рукоятка поршневой системы заправки но к сожалению псевдо поршни вы знаете что я не очень люблю псевдо поршни но здесь одна из хронических проблем вот этой системы заправки решена так вот эту штуку можно убрать на место не всегда она убирается с первой попытки надо чуть-чуть туда глубже заталкивать вот такая вот ручка я достаточно легкая ручка тут на все про все около 18 грамм а то есть скорее всего это не латунь покрытая по золотой а скорее всего может быть алюминий покрытый по золотой не знаю но тем не менее ручка достаточно легкая колпачок здесь на трение а достаточно интересно колпачок очень глубоко одевается вот посмотрите до какого места он просто одевается очень глубоко и если мы с вами снимем колпачок то увидим мы вот это окошечко для контроля уровня чернил да и я вам говорил что у псевдо поршневой системы заправки самая частая проблема это отсутствие как окошко для контроля уровня чернил здесь она есть не самое удобное она очень маленькая там очень плохо видно чернила но тем не менее частично эта проблема решена далее мы с вами видим на секции логотип компании aurora и секция достаточно оригинальной формы такая на немножко вот в этом месте выпуклая и чуть сходится кончику и здесь есть вот такая плоская плоская фасочка перышко здесь полу скрытая как было модно в 60-е годы и раньше и кстати достаточно симпатично на мой взгляд выглядит такой вот остренький треугольничек здесь торчит ну по крайней мере вот такой перышко мне нравится больше чем полностью скрытые перья как у например того же 51 паркера и здесь мы с вами видим кусочек ибонитового фидера а вот здесь на секции боюсь что нет видно есть маленькая маленькая буковка f показывающий нам что это перышко размерности файны штатная ручка не разбирается но в принципе если немножко здесь погреть феном до раскрутить можно мне пока не очень хочется потому что и так все работает да и что мне смотреть на этот встроенный конвертер в руках в руках ручка лежит очень неплохо хотя она достаточно длинненькая чуть тонковата но секция очень комфортная как видите она длинненькая никаких здесь особых переходов ступенек резьбы нету поэтому руках ручка лежит очень 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 неплохо ну и давайте посмотрим что же у нас умеет делать это перышко и так аврора 98 джи эль резерва ри сер в маджика забыл вам сказать совсем друзья мои извините бога ради и резерва маджика в переводе обозначает волшебный резерв в этой ручке также как современных 88 реализована очень хитрая система вот этого самого встроенного поршня когда у вас полностью закончились чернила вы можете опустить поршень до самого конца и ручка найдет у себя маленький-маленький скрытый резерв чернил там в виде там примерно 1 капельки и вам этих этого резерва чернил хватит чтобы закончить предложение ну или даже написать наверно примерно пол странички вот поэтому резерва маджика волшебный резерв перо ну как я уже вам говорил это перышко файн а 14 карат или пятьсот восемьдесят пятая проба соответственно золота чернила аврора black и что вам сказать про это перышко наверное многие из вас слышали что перья от авроры имеют такую очень особенную характерную обратную связь и вот здесь она есть в полной мере очень такая интересная обратная связь обычно я и я такое не люблю я люблю абсолютно гладкие перышки вот но здесь эта связь очень приятная такое шуршание такое приятное шуршание которое немножко отдаются в пальцы вот у аврор с перьями все достаточно интересно перо от авроры вы не перепутаете ни с чем другим а перышко имеет такую среднюю может быть чуть выше среднего подачу и довольно твердая то есть нажимай на его не нажимай ничего интересного вы не получите никакой вариативности перышко не засыхает не капризничает очень неплохо себя ведет таким образом друзья что я вам хочу сказать мне очень нравится эта ручка вроде бы все простенько но тем не менее есть какие-то достаточно интересные элементы дизайна мне очень нравится форма секции необычная вот такой забавная перышко очень необычная ручка вот таким образом друзья ну вот наверное из ручек 60-х годов вот эта аврора нравится мне больше всего вот такой обзор друзья увидимся в следующий раз пока пока